Медианформ продолжает свою работу в студии. Я Наталья Кохлова-Покровская. И как всегда в это время мы говорим о самом дорогом, о наших детях. Сегодня наша тема – роль сказки в жизни ребенка. Итак, сегодня мы говорим о сказках. Когда мы произносим слово «сказка», какие ассоциации у нас возникают? Детство, вечер, тепло, бабушка, вымысел, страх, уют. Вера Игоревна, так вот почему всегда погружение в сказку начинается со слов «жили-были» и почему-то «старик со старухой». Ну а как же, это же начало жизни. Ну не мама с папой, а старик со старухой. Ну правильно, потому что вы же только что говорили о бабушке. Потому что бабушки чаще читают сказки? Конечно, и потому что бабушки чаще читают сказки, потому что бабушка, старуха – это архетип, женский архетип. Раз бабушка, значит, обязательно должно быть что-то волшебное. А сказка без волшебства, она невозможна. Даже если это не волшебная сказка, там все равно есть волшебство. Сказочное волшебство, которое сопутствует любой сказке. Современной, старинной, или будем говорить так, народной, старинной, авторской или современной. Сказка собирает в себе, да, множество опытов поколений. Ну да, любая сказка содержит в себе несколько уровней, несколько слоев. Один поверхностный слой, который воспринимает наше сознание. Это слой, который говорит нам о какой-то морали сказки. О том, что вот оно было, вот так было. И те вот, что было, что будет, чем сердце успокоится. И второй смысл, который улавливает наше подсознание. Это та мудрость вековая, которая заложена теми сказителями, которые были, рассказывали эти сказки и переносилась она из поколения в поколение. То есть, опять я повторюсь, это опять же те вариации, архетипические вариации, которые заложены бессознательно в сказке. И те, которые закладываются в бессознательное. Почему в сказках всегда все обязательно как-то страшно? Вы помните, мы делали как-то с вами программу, и когда мы сделали интерактив, то многие родители сказали, ответили так на наш интерактив, что они избегают страшных мгновений. Вот в сказках, да, там, колобок, он у них от лисы укатывался, у некоторых родителей. Все-таки лиса его не съедала, да. Красная шапочка тоже придумывали какие-то свои, значит, сценарные ходы, но никак не было у нее встречи с охотником, и он ее не съедал. С волком, вернее. И охотник потом не вспарывал живот, потому что они говорят, когда мы воспринимали сказку, вот как дети, ну мы ее восприняли как-то, и вот она отложилась. А когда своему ребенку начинаем читать, нам вот эти страшные моменты хочется избежать. А здесь уже называется инсинуацией. Вот мы, я воспринимала, мой ребенок не должен это воспринимать. Мы бережем как бережем. Мы его сильно, ну вот мы и добережем, что ребенок будет жить у нас под юбкой, а как выйдет на улицу, станет и будет смотреть, боже, неужели это так. Вот я вчера как-то так получила, что я была в нашем театре мускомедии на премьере мюзикла по сказке, по пьесе Шварца «Обыкновенное чудо». И вот даже там очень интересно описывается вот этот момент, наверное, его мужа, у меня такая ассоциация просто появилась. «Приходишь на половину принцессы», — говорит король, «и там сказка, музыка и разговоры о прекрасном. А рядом, а рядом брат брата душит, муж жену убивает». И я оберегал дочку. И представьте себе, что произошло, когда постучала в дом моя кузина герцогиня. И она такая вредная женщина, сказала ее, нет, моя дочь упала в обморок, как это папа сказал неправду. И она начала прислушиваться, она замолчала и начала открывать двери во дворце и слушать, и ужасаться. Вот такое вот и будет, если ребенка будем мы держать, вот так вот охранять. Не охраним мы от всего, все равно. Хорошо. Что дают эти фрагменты? Что дает проживание читающему и ребенку вот эти страшные фрагменты? Вот я же говорю, опять-таки, да, колобок, его съели в итоге. То есть нету как бы такого хэппи-энда. Ну, у «Красной шапочки» есть хэппи-энд. Там, так сказать, приходят охотники, и все в порядке. Ну, в любой сказке... Семеро козлят тоже страх ребенок испытывает. Потому что он же себя ассоциирует с этими козлятами. Для него это не просто козлята, это как маленькие дети. Ну, это все зависит от того, с кем себя ассоциирует ребенок. Он может себя ассоциировать и с мамой козлой, или с тем волком, который достаточно смешон. Тут от возраста зависит. Не только от возраста, а от очень многих моментов в жизни ребенка. Зависит то, с кем ассоциирует себя ребенок. Да, конечно, мы все хотим, чтобы наш ребенок ассоциировал себя с Иваном Царевичем, но не с Змеем Горынычем и, не дай бог, не с Бабой Егой. Но всякое бывает в жизни. Сказка невозможна, любая сказка, и она невозможна без какой-то напряженности. Ну, возьмем хотя бы тот же вот муху-цикотуху, да? Вот она, напряженность ее, паук в темный уголок заволок, и нашу муху убивает. Начинает, вдруг откуда ни возьмись, маленький комарик, а в руке его горит маленький фонарик. Посмотрите, где злодей, и он должен его тут же убить. Посмотрите, напряжение, да? Серая шейка, напряжение, поломалось крыло, поломано крыло в результате того, что напала на серую шейку лисица, она остается без матери, без семьи, без никого. Гуси-лебеди, да? Украли гуси-лебеди маленького Иванушку. И сестрица Алёнушка должна идти в лес за ним, в темный лес. Одна по неизвестной дороге идет бедная Алёнушка в поисках Иванушки. Страшно? Страшно. Красная шапочка – это вообще достаточно сложная сказка. И просто так о ней говорить я бы о ней не говорила, потому что можно говорить о очень упрощенном варианте. Сказка очень сложная, многослойная, и о ней можно очень долго говорить. Но, смотрите, что происходит? Напряженность. Обязательно напряженность. Далее появляются какие-то помощники, да? Помощники. У серой шейка прячется в дупле, и она переживает зиму, и крыло у нее срастается. Далее гадкий утенок. То есть это примеры, что все равно, если ты ничего не будешь делать, ты можешь погибнуть, но если ты будешь… То есть все можно решать. Можно найти выход из любого положения. Мальчик с пальчик нашел выход из безвыходного положения, они прекрасно вернулись к своим родителям. Но сейчас я вам скажу про мальчика с пальчиком. Одной девочке прочитали эту сказку, и это был у нас с вами звонок такой, но он не касался темы сказок, просто был такой звонок. И мама сказала, бабушка вернее сказала, что они живут в лесополосе, и девочка боится теперь ходить в лес. И мы давали еще ей совет разбросать зернышки, и как-то так вот ее постепенно. То есть после прочтения этой сказки девочка подходила к парку, к лесу, и все. Бабушка сакцентировала внимание на парке, на лесе. А почему бы бабушке тогда не сакцентировать внимание на своей семье? Почему так могло произойти? Она сказала, что после сказки. Ну, после сказки – да. После сказки – да. Виновата булочка, да, в данном случае, получается. Но тем не менее она привела. Бабушка сакцентировала внимание. Она, может быть, не сакцентировала внимание на том, что родители в это время уехали, девочка осталась одна. Они не сакцентировали внимание, что мама оставила ребенка в периоде до трех лет и начала активно работать, а вместо бабушки, которая не могла активно ухаживать за ребенком, у нее сменилось семь или восемь нянь до того. Ну понятно, то есть мы не знаем конкретной ситуации. Мы не знаем конкретно, мы давали конкретные советы, а ситуации мы не знаем. Поэтому обо всем нужно говорить, исходя из ситуации в данной семье. У нас есть возможность, у нас есть звонок, вот сейчас будем исходить из ситуации. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня маленький сын, который в последнее время в обеденный сон очень неспокойно спит и очень часто просыпается в слезах. То есть это все... Не разговаривает достаточно, чтобы я поняла, что с ним, но... Именно дневной сон? Да, именно в дневной сон. Может быть... Может быть... Спокойно, а он очень... Но когда вы появляетесь, он успокаивается? Да, он очень плохо воспринимает наши вот... Ваше отсутствие, да? Да. Выходя из комнаты, у него тоже начинается истерика. То есть он практически всегда старается быть при мне, а не терять меня извинут. Угу, угу. Спасибо. Спасибо. Вот вам конкретно. Это не конкретно. Да, я понимаю, что у нас еще куча была бы вопросов маленьких. Нет, это очень не конкретно, потому что ребенок беспокойно спит днем. Возраст ребенка меня бы очень... Но ребенок маленький еще не умеет разговаривать. Значит, это где-то там... Четыре года тоже может... Ну, приблизительно, я так понимаю, что это может быть два где-то года. Два года, предположим. Меня бы очень интересовало, хочет ли ребенок засыпать днем. Вот я тоже... Как он засыпает днем. Меня бы интересовал вопрос, каков ритуал ухода ко сну ребенка перед... Вечером. Днем тоже. Меня бы интересовало, как он обедает, что он делает хотя бы за час до того, как укладываться спать днем. А потом мы бы могли говорить о том, что он плачет днем и так беспокойно спит. Вот. И вторая часть маминого разговора, это вообще очень интересно, что он вообще никого не выпускает. Это уже немножко совсем из другой оперы. Здесь бы меня уже интересовала вообще история семьи и взаимоотношения между родителями. Ну, что посоветовать маме? Мы уже, в принципе, в нашем моем ответе есть советы. Во-первых, проследить... На что обратить внимание? Проследить, как ребенок отходит ко сну, то есть ритуализировать отход ко сну днем. Второе. Посмотреть, как происходит за час до сна, что происходит в это время. Бывают ли очень активные игры. Есть ли он со скандалом, либо спокойно. От него требуют, чтобы он был членом общества чистых тарелок, или ему разрешают есть свободно. Есть он сам, или мама активно запихивает его и говорит, а вот если ты не съешь, я тебя. А вот если ты не съешь мультик, ты смотреть не будешь и пойдешь спать. Конечно, здесь будешь плакать. Вот, поэтому очень много вопросов к дневному сну. И последнее, не обязательно ребенку еще. Он не говорит, но в года два-два с половиной может ребенок и не спать днем. Ничего страшного не произойдет. Ну, укладывайте его спать на час, на полчаса, на сорок минут раньше, вечером. А в это время займите его чтением той же сказки, той же сказки. Просто полежать, да? Полежать со сказкой. Со сказкой. И сказку же нужно не только читать. Сказку нужно в обязательном порядке и обсуждать. Потому что то, что каждая сказка имеет определенную структуру. И каждая сказка имеет определенную какую-то свою заложенную в ней мораль. Ну, какую мораль вы можете дать сказке о курочке рябе? Мне надо вспомнить. Ну, как это? Ну, как это? Жили, были деды, баба, была у них курочка ряба. Ну, что, хотя бы, чтобы в доме было чисто и чтобы мышка не бегала. А если рассматривать эту сказку, так это безумно страшная сказка с точки зрения глубины психологии. Это сказка о несбывшемся мечтах. А сказка о том, что лучше иметь, может быть, журавля в руках, чем синицу в небе. И так далее, и так далее. Но мы говорим о том, что в данном случае эта сказка для маленьких детей. И не будем их сильно активно разбирать. Но, тем не менее, родители должны понимать, что они читают и что они хотят благодаря этой сказке вселить в своего ребенка. Ничего. Вот то, что вы говорите, обсуждение, это обязательно? Обсуждение обязательно. Хотя бы такой вопрос. А что, а что, как ты думаешь, о чем эта сказка? О чем она? Вот. Или, например, та же сказка о гусе-лебеде. О чем она? О взаимопомощи. Ну, ребенок не сможет так сформулировать? Нет. Ну, здесь, конечно. Эта сказка может обучать ребенку так называемой отодвинутой помощи. Она помогла печке сейчас или яблоньке сейчас. А яблонька через некоторое время ее спрятала. А печка ее накормила с Иванушкой, когда они возвращались. То есть акцентировать внимание на том, что на добре. Как не требовать добро сейчас же. То есть, о чем здесь важно говорить? Что когда ребенок... Вот здесь вот интересно родители, что говорят. Ты сделаешь это, а я тебе это. Ты сделаешь так, а я тебе так. Вот. И происходит какая-то купля-продажа, как будто бы. Да, но на самом деле существует и отодвинутая благодарность. Вот ты мне сделай это, а что взамен? Ну, придет время и получишь взамен. На потом, да? На потом. Конечно. Делаем запятую, у нас звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Нам 5 лет. Мы никак не можем понять, почему мы должны поддерживать Иванушку-дурачка, а не любить бабу Ягу, пожилую женщину, живущую на болоте в этих санитарных условиях, одинокую, без коммунальных услуг, умеющую, а летать это для нас, это восторг, что бабка умеет летать, и умеющая там колдовать. И она все видит, все знает обо всех. Ну, вообще бабушка Яга у нас супергерой, а Иванушка, просто дедушка, когда рассказал анекдот, Василиса Приморцева, выходит замуж и берет им или у мужа Василиса дурак. И вот это у нас почему-то Иванушка дурак. Мы же дет виноваты в этом. Спасибо за вопрос. Не надо рассказывать столь сложных анекдотов. Нет, ну, видимо, ребенка понравился анекдот, и он его воспринял правильно. Да, да, он его воспринял прямо правильно. Да, вот что происходит. Дедушка здесь завел очень интересный вопрос. Мы же хотим, чтобы дети наши, читая сказки, брали пример позитивных, хороших героев. Да? А не все дети берут в пример позитивных, хороших героев. Конечно, сколько у нас Человек-паук по городу дети. Ну, Человек-паук, но Человек-паук это же не негативный герой. Это позитивный герой чужеземной сказки. И Черепашки-ниндзя это герой, который помогает людям безвозмездно. Это отодвинутое добро. Тоже чужеземный, но о Черепашке они. Ну, что поделаешь. Или Человек-паук, которого укусил паук, и у него изменилась структура ДНК. Ну, что поделаешь. Вот такие у нас фэнтези-сказки нынче есть. Что делать с героиней Бабы-Ягой? А что же делать с героиней Бабы-Ягой? Вы знаете, зачастую отрицательные герои, а Бабу-Ягу можно назвать отрицательной героиней, а можно и назвать и положительной героиней. Посмотрите, дедушка сам ответил. Она все знает. Она ведает. Да, она ведунья, да. Она умеет колдовать. И, мало того, она еще и летает. Поэтому я буду помогать. Мало того, посмотрите во всех фильмах и сказках, насколько она смешная. Она говорит всегда стишками-прибаутками. Она всегда смешно чешет нос или еще что-то. Я могу дедушке предложить, чтобы подтвердить, будем говорить, реноме Бабы-Яги, сочинить самому сказку о том, как его внук пошел в лес в поисках своих друзей, которых украла Баба-Яга. Она может спать только в шуме. Она не может спать в тишине. Да, и как она плачет, как у нее по длинному, бгристому носу течет одна слеза. Миллеровскому. Вторая слеза. А у нас все Бабы-Яги, они только ассоциируются с Миллером. Мы покажем сегодня этот фрагмент, сегодня и обсудим его. У нас еще один звонок, Вера Евгеньевна. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Ребенку три года и десять месяцев. Очень активно грызет ногти. У нас отвери к врачу проверяли на бесты. И, к сожалению, ничего не помогает. Это первое. И второе, он все нюхает. Пальцы, предметы. То есть непонятно, что это такое. Я могу спросить, возможно ли, Вера Игоревна, прийти на консультацию. Хорошо. Да, Вера Игоревна, сейчас мы попытаемся обсудить. Ну, это обсудить, это просто невозможно, потому что здесь очень много таких вариаций. Здесь очень много, мало того, что вопросов, здесь очень много, очень таких тревожных звоночков у нашей телезрительницы, когда ребенок грызет ногти, как он грызет, насколько он грызет. Понимаете, насколько часто он грызет, когда он их начинает грызть. Не сидит же он целый день и так вот просто и грызет ногти. Более чем уверена, что он начинает грызть ногти тогда, когда у него, либо ему задают вопрос, либо он должен сделать то, чего он не хочет, либо что-то его смущает. Он нервничает и начинает себя успокаивать. Успокаивает он себя, грызя ногти. Если он грызет ногти уже аж до крови, то значит он просто ощущает себя достаточно плохим человеком, и поэтому ему нужно этот наказать себя. Наказать себя. Да, наказывает он себя через боль. Вот такую вот боль. Здесь очень нужно много говорить с мамой о том, что происходило, как происходило в более ранней жизни ребенка, когда она узнала, увидела, это когда она заметила. Это то, что ребенок нюхает свои руки. Здесь фантазировать можно очень-очень много. Может быть, он... Вы знаете, вернее всего, что ребенок ощущает себя недолюбленным, недоуделенным вниманием и ненужным. Поэтому он нюхает, не пахнет он дурно. Чего мы нюхаем себя? Вот давайте с этого начнем. Потому что мы думаем, как мы пахнем, как ощущают нас окружающие. Если мне не нравится запах, значит, ощущают окружающие меня очень плохо. Значит, я начинаю нервничать. А что же делать? Я не мою руки, я продолжаю дальше нюхать. А может быть, это просто любовь к запахам? Вы хотите сказать, что он нюхач? Да. Будущий... А почему нет? Это все может быть, все может быть. Он очень хорошо различает запахи, и поэтому, может быть, он их выискивает, он нюансы чувствует. Да, все может быть. Но тогда тоже нужно разговаривать и маме с ним, и нужно разговаривать нам с ним. А парфюмер можно просто прочесть как методику того, как не нужно делать. И вот, возвращаясь к сказке, путем сказки, может быть, и что-то можно выяснить с ребенком? Ну, естественно, как только вы начинаете, как только вы начинаете использовать сказку в вечерней игре, то тут же, понимаете, играть можно как угодно и во что угодно. Главное, что из этой игры вытянуть. Вдруг ребенок скажет, «А я сейчас змей Горыныч, и я всех убью!» Мама в обмороке, бабушка в обмороке, папа в ужасе. Ребенок растет таким агрессором. Ребенок наглец. Как это так? Я с ним играю, а он собирается меня убивать. А вместо того, чтобы побрататься, как Иванушка дурачок, не дурачок, а Иванушка юродивый, очень мудрый и знающий, понимающий, что происходит. Понимаете, вот это все вместе, и вот одно цепляется за другое. Нет, но если родители сумеют спуститься к ребенку, и он предлагает игру, что он змей Горыныч, то родители должны принять эту игру и как взрослые люди простроить свой образ. Естественно, и простроить свои образы, соответственно, а еще проще, еще проще и для ребенка, и для родителей не придумывать себе образ. «Ты змей Горыныч, хорошо, кто я? А кто я? Давай играть! Ты главный! Ты змей Горыныч, мы идем за тобой! Во-первых, змей Горыныч, он сильный, он победит, нужно убить минимум три головы для того, чтобы змея Горыныча нет. А то, если одну голову отсечешь, у него появляются две головы вместо одной, понимаете? Поэтому и нужно это родителям проговорить. «Да, ты змей Горыныч, ты сильный, ты уверенный, ты всех побеждаешь, а я кто тогда? Я буду с тобой бороться? Или я буду коти горошкой, а я буду с тобой дружить? Я буду тоже сильный, но я буду с тобой дружить?» То есть предложить ему вот эти ролевые игры? Конечно. А тот возраст, о котором мы говорим, это 5-6 лет, это и есть возраст ролевых игр. То есть это очень важный момент. Почему? Потому что не только те сказки, которые в книгах, которые вы читаете, и используете суть этой сказки во благо своему ребенку, проговаривая с ним какие-то моменты. Почему? Потому что страшные моменты в сказках, как мы говорим, да, они, может быть, для того и созданы для того, чтобы проработать будущее. Они созданы для того, чтобы ребенок мог, знал, что свой страх, он может, с ним можно жить. Мало того, что это может быть и не страшно. Вот мы сейчас покажем один фрагмент, маленький фрагмент из сказки Морозко, который родители знают, бабушки, дедушки тем более. Вот этот фрагмент, и мы проговорим, как проработать и что можно проработать благодаря такому фрагменту. Ну и при условии, если вы находитесь рядом с ребенком, когда вы смотрите этот фильм. Сюда, сюда, я мой голубчик, На жаркое после супчика! Зря ты, Иван, стараешься, ножками упираешься, все равно я тобой пообедаю. Да я, бабулечка Игулечка, не нарочно. Не нарочно? Никто меня на лопату не саживал, на жаркое в печь не налаживал. Ух! Покажи мне, Игусе, как нужно на лопату садиться. Слазь. Держи. Держу. Эх, молодежь пошла, чему вас только учат? Ва, и ничего тут хитрого нет. Скатите дорожку! А ну, лепетывайте, не то я вас в головешки превращу! Эй, трухлявые! Вот как раз в этом фрагменте была Баба-Яга, о котором говорил наш телезритель. А я вспомнила замечательную фразу, это уже телезрителю лично. Кто такая Баба-Яга? Это советский секс-символ на пенсии. Кто-то пошутил когда-то. Да, да, да. И замечательный Иванушка. Который прожил жизнь настоящего героя. Посмотрите. И он вышел из ситуации. То есть, если с ребенком вы смотрите подобного типа фрагмент, то можно на этом фрагменте обучить его. Смотри. Понимаете, что... Страшно. Баба-Яга, тупик у него был, не знал он, что делать. Но не растерялся, включил голову и придумал. И посмотрю, он вышел героем. Но вот это вот вы такое ребенку расскажете, если он вам не задал вопроса. И все, сказки нет. И бабушка всю сказку... Таинство пропало, да? Всю сказку вот так вот вытерла о руки. Нужно это говорить только тогда, когда ребенок вам задает вопросы. Понимаете? Вы можете эту сказку смотреть 150-200 раз. Главное, вам сдержаться. Но ребенок ее будет смотреть. И он будет смотреть ее, потому что он будет проживать 150 раз, 150 раз жизнь Ивана в страшных ситуациях. Жизнь Настеньки в ситуации, когда она одевает на голову Ивана ведро, а из ведра выходит страшный-престрашный медведь. Он будет это проживать и выходить из этого победителем сам, без бабушкиной помощи. А сможет он сам быть. Сможет. А бабушка просто сидит рядом, и просто он ее чувствует чем-то, ногой, бедром, локтем, чем угодно. И он проживает сказка, 50-й раз мы ее смотрим, стабильно. Конец стабильный. Не дай бог вы прекратите ставить это. То есть довести до конца. Обязательно. Либо вам так это все надоело. Вы скажете, ну давай остановим все равно в этом. Нет, бабушка. Мы досмотрим это. Ему нужно проживание вот это. Ему нужно это прожить, потому что проживая это одинаково 50 раз, у него проявляется уверенность в стабильности. Что все-таки? В стабильности. В позитивном конце сказки, в позитивности семьи. Семья-то позитивна, старик позитивен, мать Иванушки позитивна, она стабильна. Он вышел из родительского дома, совершил подвиг, побывал на распутье, научился и вышел, женился на прекрасной Настеньке. Фух. Вышел и женился на прекрасной Настеньке. У нас маленький перерыв на рекламу. КОНЕЦ